Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы уже четвертую передачу посвящаем книге «Экклезиаст», но оно и понятно, книга философская, книга сложная и пишется она по ощущениям стариком, который подводит некий итог жизни. Можно ли жизнь запихнуть в три передачи? Конечно же нет, поэтому мы четвертый раз решили встретиться для того, чтобы продолжить. Ну и понятно, что все неисчерпаемо, но по крайней мере логическую точку поставить в чтении этой книги. И читаем, и рассуждаем, и размышляем над этой книгой. Мы вот уже четвертую передачу с философом, со священником, с преподавателем Самарской духовной семинарии отцом Сергием Кредичем. И снова здравствуйте! Здравствуйте, Владимир Владимирович! Не будем лишних преамбул, мы с вами закончили в прошлый раз на волшебном слове «стоицизм». Вот и, собственно говоря, вам слово. Ну как раз вот мы оттолкнулись от того, что это кажущаяся такая диатриба, противопоставление, да, что доброе имя лучше дорогой масти, день смерти, дня рождения. То есть это не противопоставление, а это развитие и усиление, что вот, как мы уже констатировали в случае с экзистенциализмом, трагедия и тревога в человеческой жизни происходит от того, что человек мучительно ищет свою сущность. То есть, может быть, ему всегда хотелось танцевать, а он был вынужден упражняться с копьем, потому что, ну, реалии эпохи таковы, что если вы не воин, вас никто слушать не будет. Или ему хотелось играть на органе, точнее, он мог бы играть на органе, но орган еще не изобретен. То есть в этом случае вот его что-то гнетет, он что-то слышит, он к чему-то стремится, его что-то неосознанное, вот что-то вот такое внутри, некий сквозняк у него есть, а что с этим делать, непонятно. И в этом случае животным лучше, потому что у них этого запроса нет. Они живут так, будто они вечны, а человек осознает свою конечность, и вот, и где тогда его цель? Вот цель его жизни в чем, да? И, соответственно, день смерти лучше дня рождения в том случае, если мы уже благополучно исполнили свое предназначение. Вот это стоицизм, когда стоик говорит о том, что мудрец должен быть самодостаточен, и что мы все части одного большого замысла. И Господь, как великий режиссер, ставит какую-то постановку, и мы должны просто радоваться, что в этой постановке нам отведена какая-то часть. Но, с другой стороны, если входит тиран, то входит тиран, что поделать? И если нам надо уйти со сцены, это же тоже вот такой стоический взгляд, то мы не должны упрашивать режиссера, а можно я пошучу еще раз? А вот тут у меня есть потенциал, и вы меня не до конца использовали, пожалуйста, дайте мне еще 30 секунд. Нет, в том и дело, что это и сообщает высоту человеческой трагедии, что когда человек это беспокойство несет как свое главное отличие. И это тоже очень важный момент, да. Вот опять позволю себе процитировать экклезиаста, и мы опять вернемся уже к философским всяким реалиям. «В одни благополучия пользуйся благом, а в одни несчастья размышляй. То и другое заделал Богу для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него». Великолепнейшее опять, да. «Пользуйся благом, в дни несчастья размышляй». И то и другое Господь дает человеку для того, чтобы человек возрастал. «Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, и нечестивый живет долго в нечестии своем». Да, то есть вот это вот тоже вопрос. Господи, а где же ты? А почему вот этот здравствует? А почему вот этот отмечает 80-летие и не в Урюпинске, а в Лондоне? А почему вот этот вот взял и умер, да, вот это вот пандемийное, что, дескать, во дворе собирались местные алкоголики, и хоть бы один заболел. В доме жил отец шестерых детей, и его подкосил, и он угас за две недели. И как же так, Господи, да. То есть вот благо есть, радуйтесь благу. В дни несчастья, хотя легко сказать, размышляй, когда такое произошло. Но вот Экклезиаст нам сообщает. Это всегда удивительно, что в дни печали, благо, когда у меня есть, ну, то есть различного рода причины радости, я должен предаваться радости. Мы не размышляем, как правило. Да, и должен предаваться этой радости. А когда случается нечто печальное, ввергающее меня в уныние, то я тут должен как раз не погружаться в это состояние. Вот просто какая-то странная... Ну, как раз и эпикуры, и стойки, прям вот, а ты размышляй. То есть, если есть причина радоваться, то как раз ты в это состояние погружаешься с головой, а если есть причина печаль, то в это состояние как раз с головой погружаться нельзя, и его преодолевать нужно размышление. Да, и дальше замечательно. Не будь слишком строг и не выставляй себя слишком мудрым, зачем тебе губить себя. Не предавайся греху и не будь безумен, зачем тебе умирать не в свое время. Это вот действительно, воистину, хохма. Кто стоит за правду, закончит мученичество. Но зачем тебе выставлять себя вот, да, слишком строгим? Очень же хорошо сказать всем правду. Вот однажды встать утром и сказать, вы неопрятные, вы вечно опаздываете, с вами хорошо пить, но ужасно работать, вы вообще дурак. Вас невозможно послать за шоколадкой, потому что вы ее надкусите. Ну, в конце концов, ну, займитесь самодисциплиной, а потом удивляться, а что же в меня топоры-то полетели. Ну, а как? Хотя это вот именно такой максимализм, если угодно, да. Вот мне очень понравилось из последнего. Не говорите при знакомстве приятно, говорите посмотрим. Это взвешенный такой подход. Давайте без аффектов. Это Дмитрий. Посмотрим, Дмитрий. И тоже легкое отношение должно быть к человеку. И не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе, раба твоего, когда он злословит тебя. То есть, ну, не нужно справедливости, потому что если Господь начнет всем воздавать по справедливости, это... И, пожалуйста, мы заметим, мы в первой программе констатировали, что это слова Христа по одному из толкований, что если это потомок Давида и царя Иерусалима, то это Господь как раз. И, заметим, это очень созвучно Евангелию, что главное – это процесс. В процессе важно помнить о результате, то есть Телос, день смерти, когда мы подводим итог. И воистину, вот, правда, пожелаем ли мы кому-нибудь бесконечную жизнь? Вот просто представьте, кто сдавал ЕГЭ по истории в этом году или помогал сдавать ЕГЭ по истории. Просто вот просто исторический отрезок династии Романовых с 1613 по 1913 год. Вот пожелаем ли мы это кому-нибудь из близких, любимых, пожелаем ли мы это нашим врагам, чтобы они жили вот и в Стрелецкий бунт, и в Русский раскол, и в Северную войну, и в отрубание бород, и в европейское платье, и вот, может, не надо. А с другой стороны, если человек действительно умер в полете, мы не можем понять, вот он не успел. Вот хорошо, если бы он остался, он бы это доделал. Дописал братьев Карамазовых, доделал, закончил, сумел завершить, увидел что-то. Это же тоже очень важно. И это как раз правильный такой экзистенциальный подход. Что, во-первых, мы сами выбираем себе цель, а во-вторых, нашим камертоном является то, насколько мы в движении к этой цели счастливы. И Сартер в своей лекции «Экзистенциализм – это гуманизм» Вот давайте, значит, цитировали экклезиаста, посмотрите на тональности экклезиаста, припомните, мы уже три программы разговаривали о ней. И вот, наконец, Сартер. Прежде всего, эссенциализм обвиняют в том, будто он призывает погрузиться в квиетизм отчаяния. Раз никакая проблема вообще неразрешима, то, может быть, и никакой возможности действия в мире нет. В конечном итоге, это созерцательная философия, поскольку созерцание – это роскошь, то мы приходим к буржуазной философии, таковое, главным образом, обвинение со стороны коммунистов. С другой стороны, нас обвиняют в том, что мы подчеркиваем человеческую низость, показываем всюду гнусное, темное, липкое и пренебрегаем многим приятным и красивым. Лучше бы в сердце своем осознать, что люди – это животные. Так, например, критик, стоящий на позициях католицизма, госпожа Мерсье, обвиняла нас в том, что мы забыли об улыбке ребенка. Вот тут уже Достоевский пошел. Слеза ребенка. Да, 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 да. Те и другие упрекают нас в том, что мы забыли о солидарности людей, смотрим на человека, как на изолированное существо. Но, кстати, а в печали ведь каждый из нас один. И умирать каждый из нас будет один. Даже если мы представим, как нам хотелось бы, что нам и стакан воды подадут, и соберутся правнуки со своими детьми у наших постелей. Но все равно в каком-то моменту это будет наша последняя секунда, и которая нами будет переживаться в состоянии тревоги. Да, что и экзистенциализм, и экклезиаст вовсе не изолируют человека. Хотя, повторюсь, мы тоже поговорили об этом. Есть искушение снобизма. Что вот я всегда... Это тоже такая интересная ошибка в духовной жизни, что немалое число даже наших собратьев и сосестер по вере полагают, что духовная жизнь – это осуждение. Благодарю тебя, что я не такой, как этот мытарь. Что вот включил я радио, и ужас, и кошмар. Включил я телевизор, и полдня плевался. То есть это мне сообщает некую высоту. А всем остальным... То есть вышел я, и что это за вырезы, что это за рваные джинсы, что это такое. И так далее. Со своей стороны христиане упрекают нас еще и в том, что мы отрицаем реальность и значение человеческих поступков, так как, уничтожая божественные заповеди и вечные ценности, не оставляем ничего, кроме произвола. Всякому позволено поступать, как ему вздумается, и никто не может судить о взглядах и поступках других людей. Ну, а что, не так разве? Вот сейчас вполне себе мы не осуждаем вот этих, не осуждаем вот тех, не осуждаем других. То есть в этом плане Сартер несколько увлекся, на мой взгляд. И я бы предложил в качестве для обдумывания темы сегодня вот такую интересную интерпретацию. Ну, если вспомним Лукьяненко, что вот мы сейчас живем в постмире, постмодерн, это постмир, где есть постнаука, постискусство, и постправда, и даже, если сказать, постхристианство. Вот Господь, да, удерживал от осуждения блудницы, заступался за грешников. И вот мы вступили в период толерантности, когда действительно нельзя осудить человека за то, что он гей, нельзя осудить блудницу за то, что она блудница. Наоборот, надо ей предоставить возможности, площадку, чтобы она могла работать, что мы не можем сказать, как бы это сказать, женщине, чья фигура не соответствует модельным стандартам, что ей, наверное, не надо на обложку глянцевого журнала. То есть это такое победившее христианство, только оно какое-то вот такое по букве победившее, а не по духу. То есть, с одной стороны, Господь удержал от казни блудницы, но с другой стороны, Он же сказал, иди ей не греши. Это один и тот же эпизод. А вот сейчас вот и тоже изолированность, может быть, это и дух нашей эпохи, что когда вот, ну, пожалуй, опять же, вспомним хищные вещи века Стругацких, в конце концов, выпивать и закусывать Quantum Satis, человечество получило возможность не так давно. И вот если раньше создание брака – это необходимость, и дети – это страховка в старости, то сейчас есть пенсия, сейчас есть однушка студия в кредит, сейчас, если не путаю в шведском опросе, семья состоит из одного человека. И действительно, если мы уберем элемент принуждения, что муж в поле, а жена в избе, и если он только в поле, а в избе никого, то он погибнет. И наоборот, если она в избе, а в поле никого, она погибнет. А сейчас можно спокойно жить, вполне себе в одно личико, и вдруг оказывается, что никто не нужен, и тут опять же экклезиаст прав, вот это вот мучительное переживание, а что же мы должны в этом мире, вот иной раз как было бы хорошо, если кто-нибудь пришел и сказал, что он нам делал. А Господь уважает нашу свободу, говорит, делай, что хочешь. И вот как раз я это в прошлой программе уже произносил, человеку и неуютно от того, что он сам должен выбрать, кем он является, потому что это, опять же, хорошо бы сказать, это ты виноват во всех неудачах моей жизни. Почему же? Вот я хотел поступать в художку, а ты принудил меня, папа, поступить в Суворовское. И с тех пор просто вот я как в колею попал и не был счастлив ни одного дня в жизни. Ну почему? Потому что вот это же приятно сказать папе, что это ты, папа, виноват. И отнести свободу, да, вот Сартрек говорит, что Господь ничего мне не предписывает и на самом деле не дает ни одного рецепта. Вот он там приводит совершенно такой вот момент экклезиаста, когда он рассказывает, что к нему, как уже к писателю, преподавателю, философу приходит студент, а эту работу, которую я цитирую, он написал в 1946 году, и спрашивает. Вот у меня, значит, отец запятнал себя коллаборационизмом с фашистами, брат погиб, борясь с фашизмом, и вот мне вот что делать? Прикнуть к сопротивлению? Тогда придется оставить мать. Или, соответственно, вот остаться с матерью, но тогда фактически я отказываюсь от борьбы с тем злом, которое убило моего брата и которое испортило биографию моему отцу, вот что делать? И Сартр говорит, христианство не может предложить ему ни одного решения. То есть и то правильно за други своя, и то правильно почитая родителей. И каково ему будет, он это решение будет нести всю оставшуюся жизнь груз последствий. То есть либо он бросит мать, которая может не дожить до конца войны и уйдет сражаться, либо он пойдет сражаться, сгинет, и мать его погибнет без него, либо он, соответственно, останется поддерживать престарелую мать, но тогда ему придется оправдываться, вот мы все воевали с фашизмом, а где же были вы? Вот какое решение правильное? Никак разрешается. И Сартру это нужно, чтобы показать, что религия не работает. Что вот есть расхожее мнение, что религиозная система даст вам набор готовых ответов. То есть как делать? Почитай отца, не хули правителя, вступай в брак, плодись и размножайся, веди себя честно и так далее. И Сартр говорит, но это работало, пока вот ситуация не усложнилась до того, что любое наше действие, это тоже вот важный момент, является этическим выбором. Вот до 20 века... Яснешь, что этический выбор – это выбор между добром, злом, хорошим, плохим. Спасибо, а то у меня профессиональная деформация, я привык со студентами. И вот видите, вскочил на любимого конька и несколько потерял ощущение реальности. И действительно, вот человек покупает кофе, а мы к нему подходим и говорим, и давно вы поддерживаете диктатуру? Говорит, я кофе люблю. Ну, это же кофе, оно же растет в Ваканде. А в Ваканде сейчас правит тиран. И кофейный акциз, он берет себе на свои тиранические... Он людей ест. А вы сейчас, купив кофе, поддержали тирана. Спасируете. Да. Или, опять же, то, что случилось с крупной сетью питания, что, казалось бы, мы про тортики и продукты, а они про геев. То есть вот где чужие органы, и то, как человек распоряжается своими половыми органами или чужими половыми органами, если все происходит по взаимному согласию, с точки зрения морали, все допустимо. Ну, не христианское, а вообще. А вот сеть питания говорит, нет, мы будем это поддерживать. И теперь, получается, если я мороженое люблю, и у них тортики вкусные, но теперь, если я у них покупаю, я тем самым, оказывается, поддерживаю геев. То есть, получается, всякое наше действие – написать комментарий, не написать комментарий. Купить, не купить. Купить Apple или купить Nokia и так далее. То есть эти связаны с энергосбережением, эти связаны с зелеными, эти поддерживают меньшинство, эти поддерживают феминизм. А нельзя ли перестать вникать? И вдруг оказывается, что нельзя. Что мир стал таким открытым, что… А в какой момент такая повестка вдруг действительно образовалась, что, там, не знаю, сигара всего лишь сигара. А между тем, Куба, отсылка, Фидель, Че Гевара, Карибский кризис. И понеслась. Это всего лишь сигара. Можно носить некоторые вещи и смотреть в их чистой практической значимости, опять же, без контекста. А потому что мир стал меньше. То есть если раньше подданные толстяка Людовика могли покупать только пшеницу, выращенную во Франции толстяка Людовика, им, собственно, никто не предлагал чилийского винограда. То есть в этом плане мир стал таким маленьким после изобретения самолета, да, и после изобретения вот технологий и, ну, действительно, когда мы можем узнать. Вот крестьянин мог и не узнавать, к примеру, что, там, месье Жан, который вот поставляет вино королевскому столу, там, состоит в интимной связи со всеми своими служанками. А теперь мы знаем об этом, да, то есть вот вроде бы Харви Вайнштейн занимался кинематографом, а теперь мы все знаем, что он был вот нечистоплотен, да. И вроде бы вот эта актриса хорошо играет, а мы теперь знаем, что она туда попала, потому что Харви Вайнштейн попросил ее подняться в номер отеля, вышел к ней в халате, и вот видите, священник уже кашляет и намекает, что дети нас смотрят. И получается даже выбор сходить и посмотреть кино, это значит поддержать Голливуд, поддержать актрису, выразить поддержку режиссеру, и теперь вдруг оказывается, что важно, кто снял... Нельзя стоять на позициях профессора Преображенского. Что мне ни рубля не жалко, и что мне на детей не все равно, просто не хочу. И заметим, его как раз-таки Швондер осуждает. То есть всегда найдется кто-то, кто вам скажет, а почему вы слишком много смеялись в этот выпуск? Вы полагаете, христианство... Бог страдал, а вы смеетесь. Или наоборот, а почему вы не делились радостью? А почему вы... То есть в этом плане всегда человек останется виноват именно в силу того, что теперь все, что мы не делаем, это этика. Уступить место этика, не уступить место этика, начать скандалить этика, промолчать и уйти этика. И даже вот мы берем содержимое корзины продуктовой... Это экзистенциализм, простите, навязанная повестка? То есть до... Нет, экзистенциализм сталкивается с тем, что мы вынуждены принимать слишком много решений, и это, правда, тяготит. Но вот телефон, чтобы звонить. Я не хочу знать биографию, я не хочу знать биографию создателя, я не хочу знать историю бренда, я не хочу знать политику компании, но теперь вот пошутил руководитель не так про кого-нибудь, про какую-нибудь социальную группу. И акции компании упали, и все говорят МФИ. Человек просто сел за стол, отодвинул бутылку с известным напитком, там просто акцизы и прочее, все попадало. И бежит и так далее, брушилось. И более того, опять же, крестьянин в голове много не носил. Вот если мы сейчас попробуем, или даже вот наши телезрители мысленно проведите эксперимент, вот любите, к примеру, бокс. Начните, пожалуйста, перечислять всех чемпионов по боксу в мире, вот насколько хватит. Любите кино, кто получил Оскар в этом году, а в прошлом, а в позапрошлом. А вот благодаря сети мы теперь помним все. И человек там пошутил 10 лет назад, пока он еще был школьником, да. А потом это извлекли, и вот, пожалуйста. То есть это... И каждый из нас должен как раз вот определяться. И опять же, к акмической литературе, это же прекрасно, это мудрость, это вот то, что работает и по сей день. Не становись известным властям. Это не прямым текстом сказано, но вот мы можем вернуться и посмотреть уже ближе к концу, да. Потому что если человек стал известен властям, то... Причем, заметим, не в смысле властям Кесаря, а в смысле медиа властям, в смысле властителям Дум, в смысле... Ну, то есть вот тот самый эпизод, когда Гергиев приезжает в Лондон, и ему кричат «Гергиев, твое молчание убивает геев». Человек-дирижер, человек занимается музыкой. Почему он должен вникать в то, как другие распоряжаются своими половыми органами? Где половые органы, где музыка? Что может быть более несовместимым? А ему говорят, нет, вы не просто должны иметь позицию, вы должны ее высказывать. И вот, кстати, Сартер говорит, что ни одна старая схема больше не работает. Да, что в XVIII веке атеизм философов ликвидировал понятие Бога, но не идею о том, что сущность предшествует существованию. Для экзистенциалиста человек потому не поддается определению, что первоначально ничего собой не представляет. Человеком он становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он сделает себя сам. Таким образом, нет никакой природы человека, как нет и Бога, который бы ее задумал. Человек просто существует, и он не только такой, каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. Понятно, что экклезиаст – религиозный автор, и атеизма мы у него там не найдем. Но он имеет в виду, вот Сартер следующее. Я хочу, например, жениться и иметь детей. Даже если это женитьба зависит единственно от моего положения или моей страсти, или моего желания, то тем самым я увлекаю на путь мы ногами не только себя самого, но и все человечество. Шаг не очевиден, но если я как человек исповедую, что я должен быть женат, то тем самым я говорю, что если другой мужчина в моем возрасте не женат, то значит, с ним что-то не так. Или как кто-то мне сообщает, что если у меня к моему возрасту нету миллиона, то я могу проследовать по адресу. То есть в этом случае тоже важный момент. Вот это тоже то, что роднит экклезиаста даже с экзистенциальным атеистом Сартером, что всякий мой выбор – это выбор также и за все человечество. Вот как экклезиаст говорит, а ты наслаждайся, а ты размышляй. То есть это не в смысле, что лично я сейчас пойду и подумаю. То есть вы можете пойти и подумать, и не обязательно спрашивать моего разрешения. Но если я говорю, что осенью я обычно перечитываю испанскую поэзию 18 века и шуршу листвой, я тем самым намекаю, а вы-то сами уже пошуршали листвой, вы расчехлили томик испанской поэзии 18 века. То есть и тут вот как раз мы попадаем в поле тотальной этики. То есть этот выбрал карьеру, этот выбрал семью, это выбрало революционное движение, этот выбрал охранительство. И почему вы все не за государство, почему вы все против государства, почему вы все за колорианизм, вы против колорианизма, почему вы не протестуете за возвращение исторического названия и так далее. И это беспокойство, заметим, вот экклезиас с этого, может быть, давайте все пить вино, но что-то как-то мы дошли до дна, и может быть, давайте все тяжко трудиться, может быть, давайте все, и вдруг получается, что и это пусто, и это пусто, и это пусто, без Бога, в общем-то, все пусто. То есть не получается ощущение полноты. И вот... А почему в его присутствии получается эта полнота? А потому что мы видим дальше себя. То есть мы не в силах постигнуть промысел целиком, но мы можем увидеть красоту замысла, когда мы видим часть промысла, открывшегося нам о нас, о людях. То есть человек не хотел, не хотел, не хотел, его там вот силком, там, я не знаю, запихнули в университет, зато потом он, оглядываясь, понимает, как это было хорошо. Или он там не хотел, не хотел жениться, его принудили, а потом... Или, наоборот, он все время бежал дальних командировок, а потом понял. То есть в этом случае, вот, видя работу Бога, вот тогда мы обретаем смысл для себя, мы обретаем смысл как части замысла Божия, то есть это же хорошо, все зависит только от меня, и если... И это, кстати, тяжело нести на себе всю тяжесть мира, когда взрослый человек к какому-то моменту понимает, то есть тревога не в смысле боли, как мы уже констатировали, а тревога в смысле беспокойства, что мы всего не контролируем. То есть отправили детей в школу, 1 сентября и хорошо, а это бесла. Близится учебный Новый год, а Германия нападает на Польшу. Пошли на работу, возвращаются вместо дома руины взрыв бытового газа. Вот, как бы знать, можно было бы и не пойти, и вещи ценные перевести, и утечку газа найти и устранить, но вот в том и дело, что это невозможно в принципе. И это либо беспокойство, либо доверие Богу. Причем именно доверие. Я понимаю, что Сартер выбирает беспокойство. Ну, Сартер, да, давайте мы дойдем, что мы одиноки, и нам нет извинений. Это и есть то, что я выражаю словами, человек осужден быть свободным. Осужден, потому что не сам себя создал, и все-таки свободен, потому что однажды брошенный в мир отвечает за все, что делает. И когда он говорит о Боге, он говорит, что это мужество в том, что Бога нет, и мы должны решать все сами. Отсюда понятно, почему наше учение внушает ужас некоторым людям. Ведь у них, посмотрите на тональность. То есть Сартер, атеист, безусловно, экклезиаст, религиозен, безусловно, и между ними нет ничего общего, мы это уже констатировали. Нет иного способа переносить собственную несостоятельность, как с помощью рассуждения. Обстоятельства были против меня, я стою гораздо больше. Правда, у меня не было большой любви или большой дружбы, но это только потому, что я не встретил мужчину или женщину, которые были бы их достойны. Я не написал хороших книг, но это потому, что у меня не было досуга. У меня не было детей, которым я мог бы себя посвятить, но это потому, что я не нашел человека, с которым мог бы пройти по жизни. Во мне, стало быть, остаются в целости и сохранности множество неиспользованных способностей, склонностей и возможностей, которые придают мне значительно большую значимость, чем можно было бы судить только по моим поступкам. Но в таком случае, как бы, а в чем тогда достоинство человека? То есть силы во мне были великие, но я их не потратил, потому, что не случилось вот такой возможности. И давайте вот поведем уже к концу, к итогу. Экзистенциализм – это не что иное, как попытка сделать все выводы из последовательного атеизма. Он вовсе не пытается вернуть человека в отчаяние, но если отчаянием называть, как это делают христиане, всякое неверие, тогда именно первородное отчаяние – его исходный пункт. Экзистенциализм – это не такой атеизм, который растрачивает себя на доказательство того, что Бог не существует. Скорее, он заявляет следующее – даже если бы Бог существовал, это ничего бы не изменило. Это не значит, что мы верим в существование Бога. Просто суть дела не в том, что существует ли Бог. Человек должен обрести себя и убедиться, что он ничто не может спасти его от себя самого, даже достоверное доказательство существования Бога. Отец Сергий, спасибо огромное. На этом мы ставим точку. Хотя печально, что мы именно на Сартре при разговоре об Экклезиасти поставили точку. Но мы видим самое главное – два кардинально разных пути выхода из одних и тех же размышлений над собой и миром. Спасибо огромное. Спасибо, что позвали. Очень полновесный, глубокий разговор получился. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До скорых встреч. Храни всех вас Господь. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова